Друзья, всем привет! Это 11 выпуск на Канарах. Сегодня мы отправимся в Анагу. В Анаге сегодня, как вы видите, там в некоторых местах есть облачка, поэтому там будет жутко холодно. Мы взяли теплую одежду, поднимемся на дроне и посмотрим, что там выше облаков видно. И покажем вам Анагу. Вообще, в принципе, присаживайтесь поудобнее. Поставьте лайк этому видео, запасайтесь попкорном. Выпуск будет очень долгий, минут на 10. Погнали! Друзья, вот мы находимся на Мирадоре Анага. По дороге в Анагу, в национальный парк. Смотрите, какой отсюда офигенный вид. Сейчас еще другую вам сторону покажу. Там порт Санта-Крус. И вот на пляж Тереситос, вот там как раз дорога идет за этими горами. Здесь вот восточными сладостями торгуют, вкусняшки. Мы находимся уже на уровне облаков, высота около тысячи метров. Вот такой вот отсюда классный вид. Ну вот внизу Ла-Лагуна, и вон там виднеется взлетно-посадочная полоса аэропорта Северного Ла-Лагуна. Тейды, он сегодня виден хорошо. Кажется, так близко, на самом деле он просто далеко и высокий. Ну а мы тем временем продолжим наш путь. Кстати, Гран-Канария вон видна. Смотрите. Над облаками виднеется. Гран-Канария вон видна. И тут нашему взору открывается еще одна смотровая площадочка. Реликтовый лес Анаги. Фантастический. Здесь вот народ чилит на уровне облаков. Ну это Мирадор на ту же самую сторону. Просто немножко выше. А так тот же вид на Ла-Лагуну, на Тейда. Ну и тут уже более так прохладно и влажно. И вот здесь вот такие туристические маршруты. Туристические дорожки. С указателями. Один, два, три. Здесь вот можно на коняшке. Да, Анага, конечно, по-своему красива. Это тоже национальный парк. Тоже входит в ЮНЕСКО. Если что-то интересно, пишите, спрашивайте. Не стесняйтесь. Да, лужа-то родник, наверное, какой-то. Ключ. 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 Некоторые историки, краеведы пишут, что леса Анаги на самом деле существуют еще со времен динозавров. Не знаю, насколько это точно и как это проверить, но... Вполне это не мешает получать удовольствие от прогулок по этим замечательным местам. Фантастически. Воздух, конечно, не передать, какой здесь. В сосновых лесах один, а здесь в реликтовых лесах совсем другой. Обилие мхов говорит о том, что здесь довольно большая влажность. Даже сейчас чувствуется, что очень влажный воздух. Ночью здесь очень холодно. Еще одно интересное место, Анаги. Здесь вот летят облачка. Сегодня облачности немного, поэтому можно что-то увидеть. А вообще здесь, когда облака довольно плотные, то тут просто туман везде и ничего особо не видно. Где-то он внизу в кустах ходит, курица или петух орет. Но это вот алоэ растет. Здесь вот домик стоит прямо на обрыве. И ветра нет. Да, и ветра нет. И вид здесь, конечно, фантастический. Здесь по сценарию должна была быть привязана собака. Но, к сожалению, ее кто-то встудил. А вот эта тропа мне напоминает на Куржской косе место одно. Тоже чем-то похоже. У многих национальных парков тоже какие-то сходства все-таки есть. Здесь запах такой грибной осенний. Пахнет прямо грибами. Там, конечно, не видно, но там фантастический вид вниз. Сейчас, может быть, найдем какой-нибудь мирадорчик. И посмотрим туда. Вот так вот. Обязательно берите с собой теплые вещи, куртки. Дабы не замерзнуть. Друзья, если вам нравится такой формат, пишите в комментариях. Я побольше буду снимать таких обзоров по острову. И посмотрите, какие здесь классные места. Давайте пройдем немножко посмотрим. Сколько здесь мухов. Вот туда он, обрати внимание. Здесь очень влажно. Прошу обратить внимание, какая тут влажность. Из-за того, что здесь уровень облаков. И это как бы, да, это облака. Уже мы находимся в облаках. Ну и поэтому, собственно, здесь все поросло мхом. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . . Спасибо. 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 . Спасибо. День, как тебе? Первое впечатление. А это манговые заросли. Вот эти вот деревья, это все манго растет. Посмотрите, какими гроздьями. И вот эта вот вся территория, вот эта вот вдоль дорожки, это все манго, манговые заросли. Еще рановато, конечно, для них. Я думаю, внизу только можно найти желтенькие. И тут Аида стоит так внезапно. Красота. Тоже кран с водой. Как и везде в подобных поселениях. Здесь был праздник Сан Андрес или Сан Хуан. Сан Хуан. Вот так вот местные украшают город. Это почтовый ящик. Ну что, тебе нравится? Да, посыпаешься у тебя вон. Ну да, красиво. Ну что, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Пишите обязательно комментарий. Мы уже вернулись, как вы видите, в Санта Круз. И самое время покушать. Всем пока. До следующего выпуска. Ставь летит в Траве. Субтитры сделал DimaTorzok